Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Продолжаем следить за ситуацией, которая складывается на финансовых рынках, разбирать основные события, анализировать то, как они, собственно, влияют на тенденции, динамику наших традиционных инструментов, которые мы с вами используем в основе нашей спекулятивной деятельности. Поглядываем параллельно еще на крипторынок, который продолжает, собственно, будоражить воображение чудовищной волосильностью. И сразу хочу снова напомнить, друзья, то, что на этот рынок, даже если вы им не интересуетесь, нужно посмотреть, потому что очень многие отмечают, что 2018 год станет каким-то переломным, в том числе и для этой индустрии, учитывая вовлеченность и рост этого показателя все большего количества трейдеров к спекуляциям на криптосреде. Я думаю, друзья, то, что движение, которое мы с вами видели в 2017 году, нам покажется просто цветочками. И если взять, опять же, за основу то, что в прошлые месяцы для рынка криптоактивов в рамках даже одной такой сессии были абсолютно нормальные движения в несколько процентов, даже в несколько десятых процентов, в этот раз многим криптоактивам просят судьбу многократного роста. Ну, чтобы вы понимали, речь идет по ряду активов. Ну, вот отдельно я хочу сделать ставку на Ripple, росте которой может быть даже в 20 или даже 30-кратном размере. Ну, конечно же, нельзя слепо доверять таким прогнозам, потому что, судя по последней динамике, которую мы видим по Ripple, я, кстати, пару слов еще скажу, с чем этот, собственно, акцент на продаже был связан, мы видим то, что активы также легко могут и потерять то, чтобы, скажем, несколько процентов, могут обесцениться больше, чем на половину, и это, в принципе, тоже не вызовет особых вопросов у людей. Рынок криптоактивов, друзья, по-прежнему является крайне интересным. Я думаю то, что хотя бы отчасти все-таки на него нужно обращать внимание не только в порядке такого обыденного интереса, но нужно начинать понемногу спекулировать и на этой среде. Ну, прежде чем, опять же, коснуться основных новостных сводок по крипте, давайте приближимся по нашим классическим активам, на которые мы делаем ежедневную ставку. Это нефтянка, которая, как не крути, но, видимо, хочет удовлетворить желания тех трейдеров, которые настаивают на том, чтобы бренд был в районе 70 долларов за баррель. 68,78 закрытие прошлого дня, 69,15 сейчас котировки. Конечно же, по мере приближения к 70 мы можем сделать вывод о том, что есть цель все-таки рынка добраться до этого уровня. Разбирая ситуацию с новостным фоном, я думаю, что можем также говорить о том, что рынок не лишен факторов поддержки. Правда, если посмотреть на некоторые из них с другой стороны, эти факторы поддержки отнюдь и не такие уж мощные катализаторы для восходящего движения. Ну, долгосрочно ориентированные трейдеры меня прекрасно понимают. Тот же самый отчет по запасам нефти. Традиционно у нас статистика по оценке ситуации с количеством нефти. У нас начинается с Американского института нефти. Вчера этот отчет был публикован, согласно тем цифрам, которые мы увидели. Резкое сокращение запасов на 11 миллионов. А сегодня в 18.30 мы ждем официальные цифры уже от Министерства энергетики США. Ну и, конечно же, настраиваемся на то, что запасы снизятся. Локально, если, скажем, у участников рынка, ну что-то не переключится в голове в плане реакции, эта статистика снова может стать импульсом роста котировок, потому что вот ее интерпретируют с точки зрения того, что раз запасы снижаются, значит количество нефти сокращается. Я предлагал вам ответить на эту ситуацию несколько с другой стороны и здесь проводить параллели, что снижение запасов в США абсолютно нормальная ситуация, учитывая то, сколько нефти сейчас экспортируется, то, какие планы сейчас вынашивают американские производители по экспансии, скажем, на глобальной энергетической арене. Конечно же, они не могут не экспортировать нефть в условиях действующего аналитического пакта, в условиях необремененности, собственно, никакими соглашениями, но в условиях такого очевидного преимущества контрактов WTI, баррелей, сорта WTI по сравнению с брендом, потому что этот сорт, собственно, существенно дешевле и, конечно же, он пользуется, возможно, больше популярностью, более востребован у зарубежных партнеров, которые являются ключевыми потребителями на этой среде. Здесь я мягко наверняка на Китай. Поэтому, друзья, какой вывод делать по запасам? Ну, я думаю, что, исходя из того, что я сказал, очевидно, что я все-таки присматриваюсь больше даже в этом фундаменте к сигналам пользы продаж, ну, рынок, все-таки есть рынок, пока что для многих эта статистика убедительный триггер для роста котировок. Вот Иран, да, это отдельная тема, которая остается центровой для всего энергетического рынка. Я думаю, что пока мы будем обсуждать Иран в формате наших брифингов, пока он, как регион, не будет покидать новостные сводки, которые касаются текущей ситуации мира нефти, этот фонд будет использоваться тоже в качестве поддержки. Потому что любые, опять же, разговоры и подтверждения факта сохраняющихся беспорядков и продолжающихся политического кризиса, это все интерпретируется как риск для объемов добычи, последующих поставок и так далее. Я еще говорил, потому что не забывайте про альтернативную тему, которая, в принципе, еще интересна, если приурочить ее к Ирану, это возможность введения санкций со стороны США. Ну, правда, каких-то новых сообщений по этому новостному фону в последнее время не поступало. Третий момент, на который сейчас рынок обращает внимание, это, в принципе, то, что сейчас происходит со спросом и предложением. Вот вчера вышел отчет от администрации аналитической информации, это, точнее, даже прогноз того, сколько будет стоить WSI в этом году. И прогноз пересмотрен с повышением, средняя цена, как планирует данное верноство, в этом году будет держаться на уровне 55.33. Это, да, гораздо, это пониже текущее значение, но, собственно, друзья, это выше, чем мы видели из оценки прошлого периода. Однако, сразу хочу, скажем, немного поддержать продавцов, потому что, помимо прогнозов по котировкам на WSI на будущий год, собственно, администрация аналитическая информация поделилась планами по поводу роста нефтедобычи. И почему-то это, друзья, ни на что никакого отражения в котировках, хотя, на мой взгляд, это мощный потенциальный стимул для того, чтобы нефтянку продавать. Исходя из планов, на 2018 год производство нефти в Штатах может увеличиться до 10-28 миллионов. При этом в 2019 году мы можем увидеть планку показателей добычи в 11 миллионов. Ну, соответственно, если говорить про этот год, то уже есть все шансы, как я неоднократно отмечал, у Штатов опередить те ключевые производители нефти, такие как Саудская Аравия и Россия. Также администрация аналитической информации позволила себе сделать такой блиц, анализ того, сколько будет добываться нефти в рамках ближневосточного картеля. Этот прогноз также увеличен, то есть пересмотрен с повышением. По версии администрации аналитической информации в ОПЕК нефть в 2018 году будет добываться на 200 тысяч баррелей больше, чем сейчас. На текущем значении мы работаем с цифрой в 32,5 миллиона баррелей в сутки. Друзья, сегодня у нас данные от администрации аналитической информации по запасам и по объему добычи за прошлой неделей. Это не прогнозы, это уже фактические цифры. Я все-таки жду, когда Иран покинет пьедестал этих основных катализаторов рынка, и жду, что рынок не может не отреагировать на эти прогнозы администрации аналитической информации, и все-таки на подтверждение, которое мы, скорее всего, снова получим, о том, что производство нефти в Штатах продолжает расти. Будем ждать коррекцию. Вчера стоило бы только ей начаться, как прогноз по поводу цен на WCI снова испортил всю картину. Медведи быстро отступили и в лидерах БК. Я по-прежнему, друзья, жду разворота и никак не могу позволить себе покупать этот инструмент, поскольку вижу вот эти причины глубокой фундаментальной коррекции, потому что, ну, кто-то их должен видеть и, по крайней мере, озвучивать альтернативную позицию я просто обязан, которой кто-то из вас может быть себя придерживаться. Рубль 56.87. Предлагаю не останавливаться сейчас на рубле, потому что, как и всегда, рубль реагирует на то, что происходит с нефтянкой и без слабой нефти, и у нас не будет шанса наблюдать девальвацию курса национального валютного актива. Доллар японская иена. Прежде чем непосредственно перейти на отдельные акценты по инструментам рынка Фореса, хочу сказать, друзья, то, что вы наверняка обратили внимание, что в рамках вчерашних торгов, и особенно это видно, а сегодня на азиатской сессии сложилось, не совсем тривиальное поведение, не совсем обычная ситуация. Если мы находим причины и видим, к примеру, резко оттуда японская иена, мы параллельно привыкли, что, посмотрев на тот же самый европейский актив, посмотрев на фунт, на австралийца, на новозеландца, можем рассчитывать на то, что эти активы будут растить, потому что слабость доллара провоцирует повышенный спрос на риск. Сейчас ситуация иная. Почему? Потому что падают иерийские инструменты и падает доллар. Поэтому давайте искать причины. Я думаю, что если мы все-таки говорим про очевидный рост доллара, сейчас не в контексте соперничества с японской валютой, а вообще настроение, которое присутствует в отношении американца, и то, что происходит с показателями доходности американских трежесть. Можно смело говорить о том, что доллар пока что пользуется спросом, доллар покупают. Но вот против иены, к сожалению, у него пока не так уж и крепкие позиции, потому что в игру вмешивается новостной фон японского происхождения. И слабость доллара связана не с тем, что что-то испортилось и сломалось, скажем так, в американской экономике, а с тем, что появился дополнительный катализатор, который привел к резкому укреплению конкурента доллара, японской валюты. И вот причина, которая легла в основу резкого ослабления уже который раз подряд за последние дни. Ну, сегодня картина, конечно же, несколько иная. Резкий рост японской валюты и резкое ослабление в целом пары доллара и японской иены. На рынке появились сообщения о том, что это даже не сообщение, это, скорее всего, уже выводы трейдеров. Потому что Банк Японии опубликовал отчеты по объему покупки облигаций. Оказалось, что они серьезно отстают от планов. И если сравнивать прошлую активность с текущими показателями, следует то, что объемы выкупа снизились. Поэтому мы помним еще прогнозы, мы помним последние комментарии Курады в целом монетарной элиты Банка Японии о том, что мы по-прежнему привержены политике низких процентных ставок и по-прежнему считаем необходимостью сохранять прежние экономические стимулы и удерживать показатели программы количественного смягчения на отметке 80 триллионов иен в год. Ну, судя по тому, что снижается объем покупки облигаций, трейдеры решили, что разве это не подтверждение и доказательство того, что несмотря на присутствующие и действующие таргеты доходности облигаций, Банк Японии начинает постепенно сворачивать программу количественного смягчения. Ну да, если делать поверхностные выводы, друзья, такие умозаключения правильные. Но я хочу отметить, что активность Банка может меняться из месяца в месяц и явно доказательство на то, что происходит по программе количественного смягчения и вовлеченности в этот процесс европейского центрального банка. То есть у нас один месяц увеличенный темп покупки облигаций, а в другой месяц сокращение. То есть плавающий показатель. Признаю то, что в рамках японского регулятора мы не привыкли к такому расхождению, но сейчас оно наблюдается. И ничего не мешает, к примеру, Банк Японии в ходе следующего месяца нарастить объемы облигаций, и мы снова будем спокойны в плане того, что Банк Японии не собирается отказываться от программы количественного смягчения. Поэтому для тех, кто сейчас держится за головой и думает, что пошел разворот по доллару и японской иене, и американец не вырастет, потому что нет никаких оснований, я советую вам много раз подумать, потому что та динамика, тот панический, скажем, панические распродажи, которые мы наблюдали на азиатской сессии, они, на мой взгляд, не будут продолжены дальше, потому что рынок успокоится и осознает то, что каких-то глубинных причин для этого нет. А что касается доллара, тут я могу привести, но не буду, правда, поскольку говорил об этом, что вчера, что в понедельник, у доллара есть масса поводов, чтобы вырасти, и если не ссылаться на отчеты прошлой, я советую вам не забывать про все-таки реализованную налоговую реформу. Странно, что она, к сожалению, до сих пор не привела к резкому росту доллара, потому что ее изначально рассматривали в качестве катализатора для инфляции, но, может быть, ралли еще состоится, ралли еще впереди, и вы должны, по крайней мере, рассматривать возможность такого сценария, и в идеале бы быть к нему готовы. Если хотите спекулировать через короткие позиции, друзья, я здесь вас не буду поддерживать, потому что в данном случае, с учетом текущего фундамента, я закостенел покупателя американца, может быть, когда были, скажем, огрехи, я поддерживал тех, кто делает локальную ставку на продажу, потому что фон разнился, но сейчас у нас такой фундамент для американской экономики, для роста доллара, которого не было никогда, и этот фундамент уже приводит к росту доходности американских облигаций. Мы находимся на максимальных уровнях сейчас с марта, друзья, прошлого года, то есть держимся выше 2-53%, я думаю, рост продолжится, и, соответственно, американца рынок казначейских облигаций должен все-таки вытащить, поэтому ждем возвращения опары выше 113% и ждем более высокие значения. Евро против доллара, к сожалению, вчерашняя статистика, которой было очень много, и в целом позитивно включено, начиная от рынка труда еврозоны, 8,7%, это минимальное значение с 2009 года, промышленный сектор Германии также скакнул существенно до 3-4% максимальный уровень тоже с сентября 2009 года. Но эта статистика не привела к росту евро. Почему? Потому что, как я уже отметил, если смотреть за тем, что происходит с долларом, не сравнивая его с японской валютой, вы убедитесь и легко заметите, что доллар растет. Именно поэтому все риски актива у нас снижаются. Но и также не забывайте, что по евро реально начинает меняться настроение. И все чаще звучат разговоры о том, что все-таки подход того, что Европейский центральный банк обязан, не знаю кому, правда, и в связи с чем обязан отказаться от низких процентных ставок и полностью свернуть программу количественного смещения, этот подход уже меняется. И трейдеры понимают то, что ориентиром для ЭЦБ остается инфляция, а поэтому пока что рано говорить о том, что у пары евро-доллар есть какое-то мощное основание, чтобы закрепиться выше планки 1.20. Как только мы достигаем этого уровня, я говорил вам о своего рода пороге боли для ЭЦБ, мы начинаем работать и с такими латентными скрытными намеками Европейского центрального банка о том, что мягкая политика нужна, необходима, и делается все для того, чтобы ослабить курс валюты, потому что более дорогое, чем 1.2 против доллара курса, конечно же, не нужно. Особенно в свете тех перспектив, которые обозначаются промышленниками Германии, да и всей еврозоны, и с учетом тех надежд, которые транслируются на 2018 год. Фунт против доллара, здесь британец сейчас идет вслед за всем рынком, пропустил вперед британец доллара, давление несущественно, 1.35-1.34 сейчас котировки, у нас цель по-прежнему с вами 1.37, потому что я уверен, что рынок будет закладываться и под неизвестных, конечно, по срокам, но я думаю, что более скоро, чем предполагается повышение процентной ставки, и ждем все-таки, даже несмотря на кадровые перестановки, ждем возобновления переговоров по Brexit и новый прогресс. Доллар канадец, друзья, вчера хотел обратить на него внимание, но, к сожалению, не успел. В частности, из-за того, что мы видели по тем движениям, которые случились, и по новостному фону, который сложился, канадца буквально два дня назад еще активно покупали. Почему? Потому что трейдеров вдохновили, собственно, надежды и ожидания, что уже через неделю банк канадец снова может рассмотреть возможность повышения процентной ставки. Сейчас ситуация уже меняется. Думаю, что если мы в моменте посмотрим на то, насколько, на каком уровне сейчас находятся фьючерсы, опять же, по повышению процентной ставки, это аналогичные контракты, помните, с фьючерсами по росту ставок на ФРС США, то настроения уже не столь очевидны по тому, что политику будут ужесточать. И изменились настроения, опять же, после крайне удручающего вчерашнего отчета по числу закладок новых домов. Показатель просел на 14%, хотя некоторое время назад, ссылаясь на отдельный комментарий руководства Банка Канады, монетарного, рынок недвижимости был одним из основных источников роста для национальной экономики. Сейчас здесь есть определенные вопросы к этим показателям, а, соответственно, и нету вот этого тренда, растущего уверенности, того, что все условия созданы для того, чтобы снова повышать процентные ставки. Также напоминаю, друзья, то, что Банк Канады, скорее всего, уже вынужден будет руководствоваться опытом крайне промечивых прошлых решений по ужесточению политики. Дважды в прошлом году, и буквально там с интервалом в один месяц, мы видели, как ставки повышались, и через 3-4 месяца после этих решений Банк Канады взялся за голову, не понимая, почему уже потребители и домохозяйство не адаптировались в более жестком унитарной политике. Это в конечном счете сказалось на снижении инфляции, просадке активности потребителей и более скромным показателям ВВП. Сейчас доллар канадец растет, это тоже в соответствии с нашими с вами ожиданиями. Доллар сейчас сильнее, чем фундамент и потенциальное позиционирование трейдеров в отношении процентной ставки по канадскому регулятору. И я думаю, что давайте не будем пытаться побороть именно силу американца, и в данном тандеме активов тоже лучше придерживаться длинной позиции. И еще пару слов про фондовый рынок США, который сейчас находится вновь на исторических рекордных максимумах, при этом все начинают понемногу трубить о том, люди, отдумайтесь, что вы делаете. Рынок сейчас растет как на дрожжах, в последней торговой сессии это явно подтверждают трейдеры, и не только трейдеры, близкие к рынку, далекие от рынка инвесторы сейчас несут в эту секцию колоссальные деньги, потому что уверены абсолютно, что бы ни случилось на глобальной арене, рынок США будет все равно расти. Если мы попробуем провести сейчас параллель и сравнить, опять же, оценку глобального мнения со стороны аналитиков по перспективам американского фондового рынка, то сейчас мы наблюдаем пересмотр с повышением, темпы этого пересмотра, темпы этого повышения находятся на максимальных уровнях за последние 10 лет. И на рынке сейчас расхождение колоссальное между теми, кто говорит, что нужно покупать, и теми, кто говорит, что нужно продавать тоже. Конечно же, если брать процент на микронике, 95% утверждают то, что рынок будет расти, и только 5% считают, что рынок будет падать. Ну, выводы здесь, конечно же, правиль делать каждый. Что это значит и является ли это тревожным звонком того, что вот-вот должен последовать разворот. Но я напомню вам, что за последние 15 лет мы имели дело практически с двумя серьезными распродажами на американском фондовом рынке, и все они начинались как раз с такого позиционирования, такого рыночного заблуждения, или, лучше сказать, с такой святой верой в то, что этот рынок не скорректирует ничто. Поэтому, друзья, я считаю, что пока что, если вы ищете все-таки уровни для входа в тот же самый S&P, я думаю, что нужно дождаться конца этой недели, когда стартует очередной сезон квартальных отсчетов. Вот он-то, на мой взгляд, и должен локально расставить все точки надуть. Потому что сейчас трейдеры глубоко убеждены в том, что американский фондовый рынок вырастет после этого сезона отчетов, даже не зная, какие отчеты будут. Но если на рынок придет разочарование, если какие-то сектора, которые сейчас, скажем, в эшелоне лидер, все-таки отчитаются о более худших результатах, я думаю, что это как раз и есть потенциальный спусковой ключок, который может очень неплохо испортить уничное настроение и вернуть многих трейдеров все-таки на землю. Американский фондовый рынок, друзья, крайне перекуплен, и я советую искать вам уровни для продажи. А что касается крипторынка, то считается, что основным фактором распродажи, который мы наблюдали буквально день назад, и, в принципе, коррекция продолжается сейчас, это не совсем понятное, скажем, поведение со стороны CoinMarketCap. Скажем, это лидер в общей оценке капитализации, это основной источник информации по криптоиндустрии со стороны, опять же, криптотрейдеров и тех, кто следит за этим рынком. Дело в том, что CoinMarketCap исключил из-за расчета средней цены каждого криптоинструмента данные, которые поступали с очень мощной и солидной площадки, это криптобиржа Южной Кореи. И когда это произошло, в принципе, это серьезные изменения, конечно же, с многого алгоритма расчета, никакого уведомления трейдерам и инвесторам сделано не было. Поэтому каждый раз, когда на рынке происходят такие непонятные события, это заставляет пугаться многих, и в конечном счете становится причиной тех распродаж, которые мы видим. Кто-то считает то, что локомотивом сейчас коррекцией уже выступает не биткоин, а рипл, который уже торгуется ниже 2 долларов за единицу. Но я, друзья, повторяюсь, то, что не списывайте со счетов этот инструмент, уж очень интересные, подноготные, скажем, у всей системы, данного, скажем, криптоэлемента, начиная от акционеров, собственно, этой компании, и уж совсем интересные идеи того, для чего она создавалась, ну, по крайней мере, этого никто никогда не узнает, для чего она создавалась, но можно, по крайней мере, покумекать, кто от этой системы, если капитализация рипла будет расти, выиграет, и как рост капитализации может быть использован основными акционерами, которыми, в целом, на мой взгляд, ну, отчасти не будет ошибкой, если скажу, что это госдепартамент США. Друзья, за риплом следим. Я думаю, что риплом, с каких бы уровней сейчас вы бы не присмотрели с покупком, будет прекрасным, может быть, даже самым лучшим наиссионном решении 2018 года. На этом давайте заканчивать. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.